всем привет на связи борис сколов сайт виза сам точка ру и давайте вам расскажу когда лучше ехать на зензибар а климате о погоде на этом острове вот как раз сейчас немножко паспортная погода вообще прежде чем смотреть это видео обязательно поставьте лайк подписывайтесь на наш канал заходите на сайт на сайте я буду давать всю самую актуальную информацию так сожалению youtube не дает менять видео я записал допустим что-то поменялся я не могу это вставить видео допустим правил въезда на зензибар еще что-то так когда тут сезон дождей самый основной сезон дождей когда здесь холодно делать нечего это март вторая половина марта апрель май то есть вот в это время делать особо на зензибаре ничего идут дожди проливные каждый день и поэтому лучше все в это время сюда не ездить вот второй сезон дождей что очень много например часто пугает но этих но это вот не соответствует действительности это как раз октябрь середина май но что самое важное вот в апреле март апрель май дожди тут постоянно октябрь середина ноября дожди идут очень короткий вот я хотел видео записать к сожалению сел селфи-палка буквально вот я выходил из отеля я выхожу из отеля солнышко вчера по когда я заводил байк пошел дождик пока я ехал бенду думаю нифига себе куда я поехал велел ливень вот кстати начал карапать дождик выдавить ради интереса посмотрим то есть он будет крапать пока это видео идет я уверен закончится что это всегда так они идут буквально три-четыре минуты вот пока я ехал на байке из кендова до нунгли 3-4 минуты дождик шел лень я приехал в нунгли ехать на байке 7-8 минут все опять пошел пошло солнышко то есть буквально за 10-15 минут погода поменялась жара солнышко пасмурно дождь на две минуты снова жара солнышко и так вот несколько дней вот сегодня уже опять было ты дождик две минуты сейчас выглядывает снова солнышко так что спокойно в это время можно ехать особенно вот я приехал во второй поле ноября то есть не переживайте почему я считаю это самым лучшим временем для посещения задзибара потому что октябрь декабрь вообще не будет дождя это очень жарко здесь солнце греет ультрафиолетовое излучение ну солнце очень-очень такое сильно-сильно-сильно не были греющие и поэтому когда вы приезжаете вот я мажь с кремом 72 даже вот я постоянно красным стоим берите обязательно мажьтесь особенно в первые дни все тело намажьте солнце защитным крем ну вот так почему лучше ехать именно в октябре ноябре что бывает вот такая буквально пусть 20 минут 15 пасмурной погоды нет этого солнца вы отдыхаете точно тяжело постоянно находиться на жаре при таком солнце оценник в это время вот кстати мы появляется на одиночке оценник в это время декабрь январь февраль повышается потому что едут люди отдыхать на новый год на рождественские праздники и также ну считает что это время лучше так как вообще абсолютно точно никогда не бывает дождей и считается самым лучшим сезоном и второе приехал в ноябре чем сколько не жалею обалденной погоды 30-20 градусов ночью 20 с лишним градусов иногда он бывает так пасмурно что спасает от жары но и постоянно солнышко то есть каждый день можно купаться дождей нет как допустим сезон дождей который происходит весной летом летом здесь тоже хорошая погода дождей нету но летом здесь поменьше туристов опять потому что можно ехать в другие страны много европейцев в европе везде цепло поэтому здесь поменьше туристов вы можете поехать лет в но тут бывает говорят идут ветра еще что-то самый оптимальный считается это зимний период времени что еще хочу сказать по погоде одевайтесь не знают продается такая классная вещь например льняные рубашки как во всех азиатских африканских других странах вот лучше одевайте первые дни пока у нас особенно тело не привыкла к тем солнечно погодным вот в этот совет воспримите иначе можете испортить отдых если сильно сгореть в первые дни и мажьте максимально максимально сильным солнцезащитным кремом первые дни потом посмотрите можете меньше мазать чтобы не сгореть вода кстати прикол покажу вот я мазал руки все хорошо вот кисти рук я забывал помазать вот они красные то же самое касается например икру я никогда не мазал и скорее сзади то есть ноги ну все всем пока с вами был борис искалов сайт виза сам точка ру здесь вам понравилось это видео если да то ставьте лайк подписывайтесь на наш канал там и куча видео из разных стран да если не хотите ждать например после визы в зандибар выдаются прилету не хотите ждать стоять в очереди можете сделать электронную визу хотите можем мы сделать обращайтесь контакты найдете под этим видео нашего специалист который поможет вам в оформлении электронные визы для поездки на зандибар чтобы вам не стоять ну вот скажу сразу я прилетел на зандибар самолет большой самолет был четыре с лишним человека вот и 98 процентов они с визу прилет получали они стояли очередь с электронной визы мы прошли за 15 минут очень быстро и поехали в отель ну все всем пока до встречи в следующих видео подписывайтесь на наш канал да задавайте вопросы если буду знать я вам обязательно отвечу тотель где я живу кстати по лумбу кендова может тоже по ссылочке внизу смотрите описание пока пока